Всем привет! С вами Наталья на канале Сад и Огород Круглый Год. Ну что ж, настало время и кизила. Вот такой вот у меня кизил. Посмотрите, ну, как говорится, не грех и похвастаться таким кизилом. У меня есть видео, где я показывала, это у меня кизил семён. Огромадные ягоды, видите, вот такая вот огромная, мясистая. И кого-то угощало, они говорят, вы знаете, даже не думали, что кизил можно есть, что на нём есть, что съесть. Да, если это вот такой вот кизил, очень мякоти много и можно съесть. Итак, заморозила. Компоты в этом году не делала, а сейчас что я сделаю? Я перетру сахаром. Значит, сколько здесь, любая пропорция, потому что соотношение сахара уже будет от готовой продукции. Сейчас я буду перетирать, просто мякоть отделять от косточки. Ну что ж, мучения закончились, отделение косточки от мякоти. В общем-то, я вам не показывала, потому что зрелище не очень приятное, да, в том плане, что немножко, конечно, оно грязноватое. Как отделить лучше косточку от мякоти? Просто нажатием посередине ягоды мы нажимаем. Ну, показывать не показываю, потому что действительно немножко грязно получается. Но главное, что мякоть у нас отделена. И теперь я буду соединять с сахаром. Я баночку литровую оставлю, пол-литровую, вернее, оставлю в холодильнике, а остальную я заморожу ягодку. Поэтому сейчас я отделяю то, что будет храниться в холодильнике просто в пол-литровой баночке. Для этого мне нужно половину на половину, то есть половина мякоти и половина сахара, чтобы получилась пол-литровая баночка. Ну что ж, кизил я свой перетерла с сахара и уже уложила в баночке. Вот здесь вот баночка, это у меня кизил, который будет храниться в холодильнике просто. Какая же тут пропорция? Если вы просто храните в холодильнике, должно быть половина, одна часть мякоти, одна часть сахара. Перемешали, уложили в любую емкость, то ли у вас лоточек какой-то, то ли у вас баночка. В холодильнике лучше всего в баночке. Значит, заполнили баночку и обязательно где-то слой в сантиметр засыпьте просто сахаром. И потом, когда вы будете доставать, а это может быть завтра, а может быть через месяц, то есть, когда вам захочется, вы аккуратненько сахар немножко в сторонку и достаете пониже этой верхней части сахара. Для чего? Потому что сахар, в общем-то, не дает такому брожению, потому что здесь не один к двум, а все-таки один к одному. И вот, чтобы лучше хранилось, обязательно засыпьте сахаром. Вот здесь вот, это просто в морозилку я приготовила. Здесь не обязательно, чтобы была пропорция. Хотите так само один к одному и в морозилку, а можно просто немножечко сахара. Дело в том, что когда перетертая любая ягода с сахаром, она легко достается. То есть, ложечкой себе откололи, сколько вам надо, для чего надо. И все очень просто. А без сахара она как бы очень твердая и немножко неудобная. Ну и плюс, когда вы достаете, к чему вам надо, и уже она готовая. У меня сегодня сырнички. И вот я сейчас полила вот таким вот изумительно перетертым кизилом. Да, это не варенье. Можем у вас сварить варенье. Но вы знаете, ну такая вкуснотия, я вам передать не могу. Вкус просто обалденный. Обязательно готовьте кизил. Это вкусно и полезно. С вами была Анталия. Всем пока!